В Чапогсарах уже вот уже несколько дней царит атмосфера тепла, любви и взаимопонимания. Первый международный особенный фестиваль кукол для особенного зрителя набирает обороты. Ребятишки посмотрели постановки артистов из разных уголков мира и обрели новых друзей. Среди гостей фестиваля французский театр кукол. Познакомиться с артистами, а также с их творчеством выехала и наша съемочная группа. Дуду-зайчонок, глупый ребенок. Этому зайчонку не повезло. Он родился с врожденной болезнью и не похож на своих братьев и сестер. Зверята считают его глупым и смеются. Кажется, что это только грустная история из сказки. Но жизнь большинства сидящих в зале детей в точности копирует происходящее на сцене. Ты же знаешь, Лили, что наш маленький Дуду никогда не станет таким, как все. Я тебе это уже объясняла. Дуду заболел еще до своего рождения. Называется это болезнь Дауна. Он в этом нисколько не виноват. Одинаковыми быть нам не обязательно. Это название фестиваля и главная мысль, которую пытаются донести до зрителей артисты театра. Каждая постановка – очередная попытка научить и детей, и взрослых понимать и любить особенных детей. Этот фестиваль нужен как бы не только для развлечения. Этот фестиваль дает нам добро, веру, надежду в будущее. Я думаю, здесь никто не почувствует себя особенным. Мы здесь все одинаково. Объединяясь, только мы можем облегчить жизнь этих таких особенных зрителей. Актриса французского театра «Кукол» Елена Гусева родилась в городе Шумерля, но когда ей было пять месяцев, родители переехали жить во Францию. С тех пор она не ступала на чувашскую землю. Поэтому выступление в Чебоксарах стало для нее особенным. Отметили, что люди у вас потрясающие, просто очень душевные. Но самое главное, конечно, то, что проходит этот фестиваль, и существует этот центр, есть забота о таких детях. И вот это самое главное. Вот это трогает очень. Чувашский государственный театр «Кукол», Министерство культуры, Совет женщин Республики сделали очень много для того, чтобы этот фестиваль все-таки появился на свет, появился именно в Чувашской Республике. Потому что, как бы, вот, чувашскому народу, вообще, людям, которые проживают на территории Чувашской Республики, эти вот чувства доброты, толерантности, они присущи. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями стал одним из первых зрительных залов, где прошли выступления кукольников. Сейчас спектакли идут в Чувашском институте культуры и искусств, Чебоксарской школе номер 59 и на других площадках города. За шесть дней фестиваля ребята увидят выступления лучших творческих коллективов России, Болгарии, Сербии, Литвы, Украины. Всего в особенном фестивале примут участие 13 театров «Кукол». Попасть на выступление еще можно. Торжественное закрытие состоится 16 октября. Ольга Алексеева, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика.